Новости в эфире телеканала «Регион-29» в студии Анны Рязановой. Здравствуйте! Вот о чем я и мои коллеги расскажем в ближайшие минуты. 1 сентября 124 ученика сядут за парты в школе на Соловках. Только учить их практически некому. В учебном заведении 8 открытых вакансий. В Архангельске началась приемка дворов по нацпроекту. Стала ли комфортной среда на Гагарина-2? Мощность увеличится в полтора раза. Вонеги модернизируют котельную, благодаря чему проект стал возможен. Архангельской области не хватает 249 педагогов. Такая цифра прозвучала на августовском педсовете региона. Речь не только об учебных заведениях в отдаленных поселениях региона, но и крупных городах. Особенное беспокойство накануне нового учебного года вызывает кадровая проблема в средней школе на Соловках. Здесь на 124 ученика не хватает сразу 8 педагогов. Сюда не едут молодые учителя. Что нужно, чтобы решить проблему, узнал Алексей Шемякин. Мы-то привыкли, мы выживаем. У нас у всех морозильники дома огромные стоят. Мы закупаемся с осенью и зиму, мы выживаем. У нас литр молока 180 рублей стоит, а десяток яиц только же. Яблоки 350. И это еще не все прелести, в кавычках, проживания на архипелаге. Любовь Абрамова, как никто это знает, всю жизнь на Соловках. Говорит, что никакой здравомыслящий человек сюда не поедет, если не создать условий. Этот год неудачно сложился для местной средней школы. Сразу несколько учителей ушли на пенсию, кто-то уехал на материк. В результате… У нас не хватает учителя биологии, географии, химии, музыкальный руководитель в детском саду и учитель музыки, учитель ИЗО, учитель начальных классов нужен-то. Поэтому, конечно, в этом году это самое такое большое количество вакансий, которые мы выставляем-то. Ждем, ждем все-таки, что может быть еще кто-нибудь заявится. 1 сентября 124 ученика сядут за парты. Кто-то в первую, кто-то во вторую смену. В том числе и начальной классы. Другого выхода просто нет. Учителя заменяют друг друга как могут, зачастую осваивая новые специальности. Вот и Любовь Абрамова пришла работать в школу психологом, пришлось переучиться на математика, но готова идти и дальше. Буду работать в две смены, заменяя тех, кого нет. У нас ведь как сейчас педагоги должны универсалы быть. Ты знаешь физику, иди преподавай биологию. Ну, это может быть не на камеру, но это министр образования, так сказал. Если я знаю физику, никто не помешает мне вести биологию. Маленькая зарплата и нет условий. Вот почему не едут сюда молодые специалисты. Соловки – район Крайнего Севера, но если нет стажа, то и всех надбавок не получишь. Вроде и жилье снимают, коммуналку оплачивают, но и это не притягивает. Местные жители редко идут навстречу. На зиму сдают жилье приехавшему учителю, но как только наступает туристический сезон, извольте выехать, самим выживать надо. Таким отдаленным поселением могло бы помочь распределение, но государство давно отменило его. Мы планируем на следующий год вообще приобрести две служебные квартиры, для того, чтобы мы могли привлекать молодых учителей. Соответственно, прорабатываем варианты уровня заработной платы, потому что мы понимаем, что сегодня на Соловках жить тяжелее, чем жить в других территориях, которые приближены к городам. И стоимость продуктов здесь дороже, и перелеты, то есть на материк, на самолетах и вертолетах тем более. На официальном сайте школы 8 вакансий, зарплата на каждую почти 25 тысяч. До нового учебного года остается несколько дней, и если их не закроют, перераспределят нагрузку между работающими учителями. Правда, как, пока не знают. Вот и вздрагивает директор школы Наталья Кульбида от каждого звонка. В этот раз позвонила гражданка Украины, которая, получив гражданство России, готова приехать на Соловки. Правда, пока только присмотреться. Хорошо. Вы меня обрадовали, давайте. Ну, хоть какая-то надежда. Алексей Шемякин, Евгений Зыков, Регион 29. 2020 год в Архангельской области официально объявлен годом Федора Абрамова. Распоряжение об этом подписано в региональном правительстве. Это инициатива жителей Пинежского района, писательской, научной и культурной общественности области. В следующем году вся страна отметит столетие Федора Абрамова, книги которого и сегодня не теряют своей актуальности. Среди мероприятий, приуроченных к юбилею нашего земляка, международный театральный фестиваль «Родниковое слово», он пройдет в мае, состоится и научная конференция братья и сестры в Русском доме. Творчество Федора Абрамова в контексте литературной и общественной жизни 20-21 века. Также запланировано проведение всероссийской акции «Читаем Абрамова всей страной». Уютным теперь стал двор Дома-2 по улице Гагарина в Архангельске. Там завершили благоустройство территории, причем она стала первой приведенной в порядок в этом году по программе формирования комфортной городской среды. В ней, кстати, жители участвуют уже во второй раз. Что удалось сделать и в 2019-м, расскажем далее. Раньше в дождливую погоду на этом месте была огромная лужа. Без резиновых сапог не обойдешь. Теперь же вода стекает в люки и не образует затора. Перемены произошли благодаря нацпроекту формирования комфортной городской среды. Двор на Гагарина-2 стал первым в списке приведенных в порядок в этом году. Сделали, значит, мы заменили бордюрный камень. Вот здесь, значит, с этой стороны. Выполнено, значит, новое асфальтовое покрытие с той стороны дома. Также установлен бортовой камень с обоих сторон покрытия. Выполнены, значит, гидропосев травы. Выполнено устройство тротуара. Со всеми работами подрядчик справился за месяц. Создал объект досрочно. На благоустройство территории ушло более полутора миллионов рублей. В программе формирования комфортной городской среды жители участвуют не впервые. Год назад они уже протестировали ее на своем дворе. Обустроили спортивную площадку, выровняли землю в детском уголке и поставили забор. Люди замечают, благодарят, говорят, здорово, красиво. Люди довольны. Я, в принципе, курировала эту работу. Была здесь практически все лето, поэтому у меня проблем не было ни с заказчиком, ни с подрядчиками. В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в Октябрьском округе Архангельска в этом году благоустраиваются еще три дворовых территории. Срок сдачи до конца октября. А тем временем власти напоминают – уже идет прием заявок на участие в программе следующего года. С каждым годом требования меняются. В 2020 году основным видом идет софинансирование за счет собственников жилья 5%. Это проезды, освещение, урны, лавочки. Все остальное желание жителей идет 20% софинансирования. Заявки на участие в программе можно подать в администрацию округов до 20 сентября. Перечень документов, которые необходимо собрать жителям, есть на сайте городской администрации. Михаил Меньшанин, Анна Рязанова, Светлана Михеевская, Регион 29. В «Онегии» модернизируют котельную. Ее мощность увеличится в полтора раза. Сейчас работают два котла, еще один резервный. После установки еще одного теплоисточника предприятия намерено уйти от дизельного топлива и использовать древесные отходы. Проект стал возможным благодаря новой инвест-программе предприятия «Онегаэнергия». На модернизацию котельной потратили собственные средства плюс кредиты. Увеличение мощности «Онегаэнергии» даст возможность подключения новых потребителей к системе теплоснабжения, в том числе по программе ветхого аварийного жилья, объектов малого и среднего предпринимательства. И качественно повысит надежность теплоснабжения. Сейчас для отопления и подключения новых домов зачастую используется электроэнергия, что намного дороже, нежели отходы местного лесопильного производства. Группу немецких диверсантов, которые пытались отрезать Архангельскую область от остальной страны, чтобы помешать поставкам по ленд-лизу, удалось найти и уничтожить. Именно эту часть страшной истории Великой Отечественной войны решили реконструировать под Вельском. 1 сентября 1942 года в районе Коноши высадились две большие группы вражеских парашютистов. Участие в постановочных боях приняло порядка 50 человек, в том числе поисковики из Северодвинска. Я по сценарию погибал в начале реконструкции, так как сидел в деревне, которую захватывали немцы. А ребята, которые вели наступательный бой, они два дня репетировали, что они очень устали, но прошло все на ура. Организаторы поисковой отряд Вель восстанавливали события по книгам. Построили и захваченную деревню, и макет хвостовой части немецкого самолета. Просчитать материал и подготовить необходимую одежду – это потребовалось от всех участников реконструкции. Я играл в роли снайпера, и мы просто, по сути, прикрывали, кто ходил вперед. Я был на многих реконструкциях, но это было самое масштабное, которое я видел. Это уже вторая реконструкция, посвященная историческому событию. В прошлом году отыскали и разбили первую группу врага, в этом – вторую. Следующим летом планируют воссоздать быт деревни, которую захватили немцы в процессе этой операции. Все материалы этого выпуска вы найдете в группе телеканала «Регион 29» ВКонтакте. Адрес на экране. К этому часу это все новости. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова